Добрый день, дорогие семиклассники! Мир, в котором мы живем, наполнен геометрией домов и улиц, гор и полей, творениями природы и человека. Лучше ориентироваться в нем, открывать новое, понимать красоту и мудрость окружающего мира, поможет вам предмет геометрии, который мы начинаем изучать в этом учебном году. Тема сегодняшнего занятия – основные понятия геометрии. Цель урока – знать основные фигуры планиметрии, точка, прямая, знать и применять аксиому принадлежности, точек и прямых. В ходе сегодняшнего занятия постараемся найти ответы на вопросы. Что изучает геометрия? Что означает слово геометрия? Когда и как зародилась наука геометрия? Какие геометрические фигуры называются основными? Что такое точка и прямая? На уроках геометрии, кроме учебника, тетради и ручки, нам понадобится карандаш, линейка, треугольник, транспортир и циркуль. Что же изучает геометрия? Геометрия – это один из разделов математики. Математика подразделяется на арифметику, изучающую числа, алгебру, занимающуюся решением задач с помощью уравнений, и геометрию. Геометрия – наука, занимающаяся изучением геометрических фигур. При изучении фигур в геометрии не берется во внимание, из какого материала они деланы, какого они цвета и в каком состоянии они находятся – в твердом, жидком или газообразном. Геометрическая фигура – тело – это абстрактный предмет, в котором рассматривается только форма и размер, не обращая внимания на физические свойства. Например, шкаф, спичечный коробок, кирпич, многоэтажный дом – все это прямоугольный параллелепипед. Футбольный мяч, блин, солнце, луна, озеро – все это круг. Геометрия разделяется на планиметрию и стереометрию, планом, равнина или местность. Это раздел геометрии, изучающий фигуры на плоскости. Стерео – телесный или пространственный. Раздел геометрии, который будет изучать фигуры в пространстве. Что же означает слово геометрия? Гео – земля, метрио – измеряю, измеряю землю или земли – мире. Мы с вами начнем изучать геометрию с плоских фигур. Когда же зародилась геометрия? Геометрия была открыта египтянами и возникла при измерении земли. Еще геометрию называли пыльной наукой. Это измерение было необходимо египтянам вследствие разлива Нила. Нил постоянно разливался и смывал границы их земельных наделов. Нет ничего необычного в том, что эта наука, как и другие, возникла из потребностей человека. Людям нужно было строить дома, храмы, украшать орнаментом сосуды и свои жилища, размечать земли, измерять расстояние и площади, знать объемы сосудов. Древнегреческий ученый Фалис Мелецкий считается одним из первых геометров. Он был причислен к семи мудрецам древности, среди которых он первый. В Египте Фалис Мелецкий поразил жрецов и фараона тем, что сумел точно установить высоту пирамиды Хеопса. Он дождался момента, когда длина тени палки становится равной ее высоте, и тогда измерил длину тени пирамиды. В геометрии нет царских дорог. Это слова известного древнегреческого математика Евклида. Евклид родился в Афинах около 325 года до н.э. Был учеником Платона. В городе Александрия организовал математическую школу. Вершиной математического творчества Евклида является книга «Начало». По ней учились все математики мира. Эта удивительная книга пережила более двух тысячелетий, но до сих пор не утратила своего значения. Не только в истории науки, но и в самой математике. Созданная там система Евклидовой геометрии и теперь изучается во всех школах мира и лежит в основе почти всей практической деятельности человека. Первая страница «Начало Евклида», издание 1482 года. Основными геометрическими фигурами на плоскости является точка и прямая. Что же такое точка? Точки мы будем изображать остро отточенным карандашом или ручкой на листе бумаги, мелом или фломастером на доске. Однако изображение точки только приближенное, потому что точка, нарисованная карандашом, всегда имеет хоть и очень маленькие, но не нулевые размеры. А геометрическая точка размеров не имеет. Точка есть то, что не имеет частей, говорил Евклид. Точки мы будем обозначать буквами латинского алфавита, заглавными, например, ABC. Прямая. Прямая является идеализацией тонкой натянутой нити. Прямые проводятся на листе бумаги или доске с помощью линейки. Хотя изображения прямых ограничены, их следует представлять себе неограниченными, продолженными в обе стороны. Прямая бесконечна, она не имеет ни начала, ни конца. Прямые обозначаются двумя заглавными буквами латинского алфавита, скажем, прямая MP или PM, либо одной строчной буквой латинского алфавита, прямая А. Евклид определил прямую как длину без ширины. Если точка К лежит на прямой, то говорят, что данная прямая проходит через эту точку. А если точка не принадлежит, то говорят, что прямая не проходит через данную точку. Точка А принадлежит прямой М. Значит, прямая М проходит через точку А. В математике, чтобы не записывать знак «принадлежит», ввели обозначение. Значок, похожий на буковку «э» в перевернутом виде, означает «принадлежит». Если этот знак перечеркнуть, мы получим, что значок «не принадлежит». Точка «б» не принадлежит прямой «м», и прямая «м» не проходит через точку «б». Посмотрите внимательно на экран. С помощью знаков «принадлежит» и «не принадлежит» выпишите себе в тетрадь все точки, принадлежащие прямой «а», и все точки, не принадлежащие прямой «м». Проверим, что у вас получилось. Точки «а», «к» и «б» принадлежат прямой «а». Точки «а», «к», «б», «м», «т» и «д» не принадлежат прямой «н». Сколько прямых можно привести через точки «к» и «н»? Приложим линейку и проведем. Получилась одна прямая. Через любые две точки можно провести прямую, и при том только одну. Это аксиома, ее нужно заполнить. Аксиома – это утверждение, которое не требует доказательства. А сколько точек прямых можно привести через одну точку? Проводим. Прикладываем линейку. Раз, два, три, четыре и так далее. Я могу привести бесконечно много прямых. Через одну точку можно привести бесконечно много прямых. Как могут располагаться на плоскости две прямые относительно друг друга? Две прямые могут либо иметь одну общую точку, либо не иметь общих точек. Прямые «с» и «д» не имеют общих точек и называются параллельными. Прямые «а» и «б» имеют общую точку, точку «о» и называются пересекающимися. Свойства прямой. Их нужно запомнить. Через две различные точки проходит единственная – прямая. Прямая имеет бесконечно много точек. Прямая бесконечно. Прямая не замкнута. Ответим на вопросы. Можно ли через данную точку провести прямую? Да, можно. Сколько прямых можно провести через данную точку? Через данную точку проходит бесконечно много прямых. Сколько прямых можно провести через две данные точки? Через две данные точки проходит единственная – прямая. Сколько общих точек могут иметь две прямые? Две прямые могут иметь либо одну общую точку, либо не иметь общих точек и называться параллельными. Задание для самостоятельной работы. Поработайте с учебником. Запомните основные понятия и определения. Ответьте на вопросы в конце учебника. Выполните задание письменно. Перейдите на сайт Беллимленд по возможности. Пройдите тест. Просмотрите материалы к данному уроку. По желанию, подготовьте сообщение о истории возникновения геометрии. Урок окончен. Всем спасибо за внимание.